Питомник Всем привет! Вас приветствует питомник курильских бактейлов Голд Резерв. Питомник. Что это такое? Какая цель? Почему стоит брать животное из питомника? Как определить работу питомника? Эти и другие вопросы мы обсудим в данном видео. Ну что ж, поехали! Питомник. Рассказывать будем только о нашем питомнике, не обсуждая других. Мы, концеводчики и породы курильских бактейлов, заинтересованы в формировании лучших животных. Поэтому целенаправленно работаем над тем, чтобы были не просто производители этой породы, не только сами хороши, а чтобы производили лучших. И лучших, не равных себя, а еще лучше, чем они сами. Поэтому производится тщательный отбор. И те, кто оценен нами по породным данным как лучший, как правило, участвуют в разведении. Таким образом, мы стараемся сохранить и закрепить высокие породные качества. Мы и дальше будем продолжать работать над чистой линией породного типа, чтобы радовать в первую очередь не только себя, но и вас. Заводчик. Человек, который занимается чистопородным разведением животных. А есть такое понятие, как разведенец. В чем он отличается от заводчика? И кто такой разведенец? Заводчик часто работает себе в ущерб. Такой себе альтруист. Разведенец экономит на все. Сначала он откармливает кошку, а потом как можно быстрее хочет продать котят по дешевке. Но если хороший котенок с отличным породным типом не может быть продан по бросовой цене. Каждый питомник создает самые лучшие условия для содержания своих производителей и котодеток. Усиленно, повноценно, разнообразно кормит своих производителей, чтобы они дали здоровое и физически крепкое потомство. Еще в внутриутробном возрасте формируется крепкий костяк и хорошая мышечная масса. Да-да, ведь вафтеллы славятся своей выносливостью и физически крепким здоровьем. Дополнительно в рацион добавляется комплекс витаминов, регулярная антигеймитизация, обработка от блох, клещей всех животных в питомнике. Дважды проводится вакцинация. Также докупаются игрушки, коксеточки, наполнители для лотка, чтобы, приехав в новую семью, питомец не испортил ни мебель, ни ковры, если есть таковые, и прочее. Также питомец приезжает в новую семью с маленькими бедами. Заводчики борются за достойное и непорочное имя своего питомца, поэтому затраты больше. Поверьте, не может быть продано животное меньше, чем на него потрачено. Почему лучше брать из питомника животное и как определить его работу? Частично этот вопрос определили, но что еще можно добавить? Так это не только из уст заводчика сказанные слова, но еще и на практике. То, как животное выставляется на выставках. И не только в рекламном классе, а еще и получая оценки на выставочных экспертизах. Об этом чуть подробнее. Рекламный класс. Заводчик заплатил энную сумму денег для того, чтобы попасть на выставку и продвинуть продажу котят. Но что, если животное вообще не вставлялось на экспертизе? Причины могут быть разные. Либо несоответствие стандарту выбраковка, либо всякое бывает. Что же дает экспертиза? Животное осматривает эксперт, отмечая соответствие и несоответствие стандарту породы. Потом дает оценку, которую заводчик имеет право оспорить. Такое возможно, но на нашей практике этого не было. Курильские бобтеллы достаточно редкая порода. Но что, если вы узнаете, что у владельцев, у заводчиков, у которых вы приметили котейку, вообще не выставляли своих животных на экспертизе, возникает вопрос, почему, что не так? В лучшем случае вам могут показать документ круга одного из родителей на право разведения. Ну а что, если не покажут? Какая гарантия есть, что вы купите чистокровного курильского алтела с физически крепким здоровьем, а самое главное – это интеллект и их характер, и повадки? Решение, конечно же, за вами. Мы работаем на имя питомника. Если у нас берут котенка не в разведение, мы его стерилизуем в доверенной частной клейнике, чтобы потом не было проблем ни у самого питомца, ни у его владельцев. Так у владельцев будет счастье в доме, а не проблемы. Видели, лично в частном секторе, в нашем районе, гуляет кот в свободном доступе. И, по-видимому, вяжет всех. А потом на просторах интернета видно о продаже чистокровных бобтейлов. Люди их покупают. А ведь бобтейлы ценятся за уникальный интеллект и характер. Выбор, конечно же, за вами. Ну а мы вам пожелаем рассудительность, и чтобы у вас было счастье в доме, а не проблемы. Если вам понравилось это видео, поддержите нас пальчиком вверх, пожалуйста. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы вы не пропускали наши новые видео. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите нам их в комментариях. А также, если у вас есть пожелания, на какие темы нам видео снять, тоже можете писать в комментариях. Мы обязательно их прочитаем и примем. Не забывайте переходить на телеграм-канал, который будет в ссылочке в описании. А также на наш второй канал, нашего бедовника, и он тоже будет в описании. Спасибо вам большое за просмотр и всем пока!